Добрый день! У нас тема спички или зажигалки. В общем-то я об этом повторяла столько раз о многих видео. Если вы эти ритуалы не смотрели, спичка или зажигалка. Есть такое мнение, что зажигалка быстрее, зажигалка победит, потому что она в дождь сработает и прочее. И газ тоже природный. Проблема в том, что они ненавидят запах газа. Поэтому даже если вы воду кипятите для ритуала, если у вас газ, это электрический чайник. Они терпеть не могут запах газа. Поэтому быстрее зажигалка работает, удобно или неудобно. Они могут вообще заблокировать ваш ритуал, не принять его в смысле. И работаете на своей силе. И покойные, они перенимают это от них. Поэтому, так же как эти кладбищенские свечи, это ужас. Их выбирают и уложат туда нормальную свечу, которая годится для дома. Хотя бы пусть это будет парафин, но не стеарин. Поэтому только спички. И спичка еще, она как жертва. Они всегда просят ее дожечь, чтобы она обуглилась. Это как жертва. Вам нужен пинцет для этого дожигательный. Потом на других спичках или на свече. Им нравится горелое дерево. Для них это как такое, ну пусть очень старое, но засохшее. Но оно живое и оно горит. Вот для них это ценность. Эту зажигалку, ну они могут принять, если у вас крайний случай. Вот вам плохо. Понимаете, так же как возле заправок, где очень много... Почему не в городе считается, а на природе, где меньше этих запахов бензина. Ну, так как они не такие вредные, они обычно не упираются в городе, еще как-то принимают. Но около заправок что-то делаем, ну только в крайнем случае. Вот если у вас действительно крайний случай. Где очень много запахов этого газа, бензина. И им не нравится. На самом деле, поэтому зажигалка или спичка тут в ритуале не идет удобного. Неудобно, пользуйтесь свечой и спичками. Какими спичками там? Длинными, короткими. Это уже как это... Для эффекта, для красоты. Длинные спички такие есть. Камины многие используют. Это добавляет, ну как бы, стоимости красоты ритуалу. Да, они это оценят, как еще одно вложение в ваши расходы в ритуал. Вот в таком плане, да, дорогие спички им тоже нравятся. Я им приносила несколько раз в дар такие. Черного дерева. Очень интересное. С разноцветными головками, которые в отелях иногда дают. Такие уникальные. Им это нравится. Спички тоже хороший дар. Но уж никак не зажигалки. И все заклятия там на зажигалку есть. Это на вашей личной силе. И сколько у вас личной силы, столько у вас и эффекта получится. Вот такой вот краткий экскурс. Почему не зажигалка не годится. Ну что, очень много мнений, очень много споров. Но это все бессмысленно. Нечем спорить. Газ природный, но им не нравится запах. Вот запах жженых перьев им нравится. Что из них хуже, газ или перья, я не знаю. Им нравится жженая кость вот в костре там это, куриная или что кидаешь, им тоже очень нравится. Для нас это ужасно. Запах вот именно шерсти, если подожгете нитку, будет как кости жгешь. Им это нравится. Наше мнение и их оно не совпадает. Наверное, не совпадает, но вовсе не всегда. Мы разные вообще. Мы очень разные и у нас далеко не все одинаково. Так же, как себе мы подаем фрукты, режем дольками, лимоны там все им целые. Орехи у нас подают колотые. Им целые, дороже. Ну, колотые они примут, но целые дороже. Дар идет. Мы чай с сахар кладем, им только сахар отдельно подаем, как и мед. Мы пищу солим, им соль подаем отдельно. То есть вот мы разные. У нас природа разная. И они точно под нас подстраиваться не будут. Это не могут принять и солью, отделить все. Но если речь идет о таком даре религиозном, то это отделяется. Вот что я, в общем-то, хотела рассказать. И на этом я попрощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова